Уважаемые дамы и господа, мы находимся в Риге, на улице Элизабетес, перекресток с Виланбес, у этого прекрасного здания, посмотрите, архитектор Рудольф Цирвик, здание 1900 года, и оно находится на Виланбес-1. И очень долго считалось, что здесь жила Елена Сергеевна Нюрнберг, это третья и самая известная жена Михаила Булгакова, она считается прообразом Маргариты и хранительницей его рукописей, также соавтора мастера и Маргариты, весьма образованная и интересная женщина, и определенные годы жизни она жила на этой улице, если правильно помню, с 1902 по 1908 год, считалось, что в этом доме, но оказалось, что в Виланбес-1 раньше был тот другой дом, второй за ним, а этот дом располагался на улице Элизабетес, Элизабетес, прекрасная улица, я здесь уже снимал видео, здесь очень красивое здание, конца 19-го, начала 20-го века, дома с палисадниками, видите, сейчас тут много всяких представительств, посольств, посольских квартир и вообще, ну, довольно дорогой недвижимости. Сейчас мы подойдем, я вам покажу именно правильный дом, где жила Елена Сергеевна по папочке Нюрнберг, или как правильно фамилия была Нюрнберг, потом она стала именно Нюрнберг, сократили немножко фамилию, и здесь памятная табличка. А все дело в том, что, как я уже сказал, этот дом раньше стоял на Элизабетес, и Виланбес-1 был следующий дом, который сейчас Виланбес-3, поэтому возникла такая путаница. Виланбес-3, конечно, дом немножко попроще, но тоже престижный, и в то время, и в это, сейчас я вам все покажу, также покажу немножко эту улицу. Вот это здание на Виланбес-3, бывшая Виланбес-1, где жила Елена Сергеевна Нюрнберг, ну, основные годы, когда она была в Риге. И вот табличка, сейчас мы к ней подойдем поближе, я вам зачитаю, покажу. Табличка установлена только в этом году, в феврале 2021 года. Ну, и вот рядом дом Цирвика, это прекрасная Необорокко. Здесь тоже его дом, там следующий, там еще дом, а вот этот дом, я не знаю, возможно, тоже его, хотя он не так много зданий построил в Риге, но это я расскажу уже чуть дальше. И так, видите, табличка на русском и латышском языке. В этом доме с 1902 по 1908 год жила Елена Сергеевна Булгакова. Ну, Булгакова она стала позже, сохранившая и издавшая роман «Мастер и Маргарита». Роман был издан впервые только во времена Хрущева, уже в 1966 году. Ну, и ведьмочка, так как она прообраз Маргариты и сама себя ассоциировала с ведьмой, летящей на метле. А сейчас я немного пройдусь по улице Виллендес, она небольшая, мы ее захватим почти полностью и покажу несколько домов. Вот посмотрите, с той стороны в основном дома в стиле «Югенд», «Модерн», и большинство домов там построило бюро Константина Пэкшенса. А с другой стороны, вот где я стою, здесь дома эклектичные и несколько домов, три или четыре Рудольфа Цервика. Ну, три точные, четвертые под вопросом. Кстати, смотрите, что я в окошке заметил. Скелетик. На домах сохранились исторические памятные доски, их много в Риге, много дверей оригинальных, тоже стараются содержать в порядке, какая-то, например, модерновая дверца. Есть и современные памятные таблички, в основном они уже на латышском языке. Ну, и улица очень красивая, не хуже знаменитой улицы Альберта, где застройка преобладает Михаила Эйзенштейна, здесь вот преобладает застройка Рудольфа Цервика. Там пёсик на балконе поднимался сейчас, не знаю, ушёл, видите вы его или нет, вот он там на балкончике сидит, выглядывал. Ну, и если про улицу Альберта много чего снято, то про улицу Вильяндес. Здесь филинская изначально, филинская, правильно, вот она с 1885 года филинская, когда тут начали её потихоньку застраивать, да, это была палисадническая, потому что здесь были всякие сады, палисадники и частные дома. Ещё до середины 19-го века это была окраина Риги. А вот капитальная застройка начала тут появляться только в конце уже 19-го века, вот такие прекрасные дома. Сохранился исторический булыжник и брусчатка, тоже конца 19-го, начала 20-го века, но тут уже такая более современная плитка. Из нулевых. И вот ближе к концу улицы Вильяндес, кстати, Вильяндес она стала называться после того, как эстонский город Филиани, или как-то так он назывался, переименовали Вильяндес. Это уже после обретения независимости Эстонии, ну и в латическом варианте он также стал называться Вильяндес. Поэтому и улица стала Вильяндес, а не Филинская. Как было Филин, это ещё немецкое название. Очень красивый дом. Этот дом строился примерно одновременно вот с тем знаменитым зданием, с куполом, с башенкой цирвика. Он считается ничем не хуже, может даже чем-то лучше, более интересный, чем тот дом. Чуть раньше его построили, может быть, на каких-то год-полгода. Но, к сожалению, он многострадальный, он горел, тут были проблемы, разрушался, перепродавался. Восстанавливать его дорого, все эти детали. Это гораздо дороже, чем построить что-то новое. Но сейчас вроде дело двинулось. У нас на дома повышенные налоги, которые в плохом состоянии находятся. Невыгодно держать такую недвижимость, ты платишь деньги за ничто. И я очень надеюсь, что в ближайшие пару лет, может быть, 2-3 года, там уже какие-то работы даже идут, там по укреплению или чего, по созданию нового фундамента, это здание будет восстановлено. И улица по своей красоте тогда уже ничем точно не будет уступать улице Альберта Михаила Эйзенштейна. Кстати, про Альберта я не снимал по двум причинам. Во-первых, там много информации уже есть по этой юлочке. И во-вторых, там тоже есть один заброшенный дом, который, к сожалению, никак не восстановят. Тоже вроде какие-то работы там начались, он был расселен там, проблемный, перепродавался. И вот когда его полностью отремонтируют, я уже сниму сюжетик и по улице Альберта. Вот видите, чисто немецкий югенстиль, модерн в немецком стиле. Здесь, в общем-то, тоже. И остатки роскоши. Вот эти вот полуковые дамы, обнаженные на портале. Все это должно быть восстановлено, все детали, как и вот эти вот прекрасные балкончики. Ну и еще один чудесный дом в стиле национального романтизма. Это модерн с национальным колоритом. Вот здесь посередине дом, известный тоже Константина Пэкшенса. В самом конце сейчас я вам его поближе покажу. Также здесь сохранились палисаднички. Вот это здание в стиле национального романтизма. Бюро Константина Пэкшенса, 1906 год. Это как раз время года 1905, 1906, 1907, 1908. После восстаний 1905 года против царизма. В архитектуре обвело направление такого модерна с национальным колоритом больше, как машина пронеслась, да. И вот одно из весьма известных зданий Константина Пэкшенса. Дверь, вход в виде такой замочной скважины с круглым окошком чудесной. Там и самопарадная красивая. Ну и асимметрия, покатая крыша. Тут немножко таких классических мотивов греческих. В немецком стиле наверху. Разные окошки, как вы можете заметить. Эркер такой выступающий элемент. Но это намного интереснее, чем вот такая неоклассика рядом, да. Ну и еще немного деталей дома. Разница, листики. И вот там национальный орнамент. Тоже модерновые. С маленькими окошками в виде бойниц. Чудесный домик, неправда я. И внизу под натуральный камень. Такая отделка, рустовка. Это цокольного этажа и немножко бель этажа. Вот полуподвальный, нулевой. Это цокольный. И первый. По лестнице надо подняться. Он не совсем первый, такой полуторный. Назывался бель этаж. Так специально делалось, чтобы, ну, под окнами люди не ходили, кареты не ездили. Ты все-таки был приподнят. Пытался вот очень удобным этажом. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. И будучи в Риге, обращайтесь. Организуем экскурсии. Редактор субтитров А.Семкин